Здесь, на площадке наблюдательного совета, обсудим стратегию агентства на перспективу. Но прежде всего хотел бы сказать, что я уже говорил, и хочу ещё раз сказать, это тот проект, за который мне не просто не стыдно, а когда ознакомлюсь с результатами работы, с тем, что делается и что планируется, об этом мы поговорим отдельно. Остаётся только порадоваться и пожелать вам успехов на будущее. Это вызывает даже такое приятное чувство гордости за вас. Сначала в этой связи несколько слов об итогах более чем семилетней деятельности ОСИ. Есть очевидные, зримые, понятные результаты. Это улучшение правовой базы и условий для бизнеса. Прежде всего, с этого я бы и начал. Второе – это поддержка свыше 350 конкретных проектов, за которыми рабочие места, передовые продукты, технологии. Вот с некоторыми из них мы сегодня тоже познакомились. Ну и, наконец, это добровольческие, образовательные и социальные инициативы. Тоже очень интересные, перспективные и очень полезные. Безусловно, агентство выработало уникальный механизм решения задач. И, главное, объединило вокруг себя целое сообщество людей, способных генерировать и продвигать позитивные изменения. Среди них и предприниматели, и новаторы, и волонтёры, представители некомической организации, и учёные. Вот сейчас я с удовольствием посмотрел некоторые из предлагаемых проектов, которые прямо растут из науки, причём из такой науки, фундаментальные, что бывает очень редко и что особенно, безусловно, радует. Создаётся инфраструктура, что очень важно для их взаимодействия. И это тоже один из проектов, который мы сегодня видели. Активно работает и клуб лидеров. Уже в 19 городах открыты так называемые точки кипения, где на одном пространстве концентрируются лучшие идеи. Объединяются талантливые, энергичные люди. Формируются и запускаются гражданские, деловые проекты, нацеленные на развитие страны в целом. Что также важно, важно отметить, выстроенные взаимодействия с правительством, с региональными администрациями. Это позволяет эффективнее, быстрее поддерживать и продвигать ключевые инициативы. И, конечно, особо отмечу профессионализм коллектива агентств. Вас действительно сплачивает общее стремление добиваться практических результатов на благо наших людей, на благо наших граждан, на благо страны в целом. Так что за это вам спасибо большое. Дорогие друзья, так подробно говорю о преимуществах и о накопленном потенциале, потому что впереди ещё более сложные задачи. Мне бы очень хотелось, чтобы ваша работа, собственно говоря, это было на протяжении предыдущих семи лет, но сейчас это особенно важно становится, чтобы ваша работа была вписана в стратегию развития страны, в то, что мы называем нашими национальными проектами, чтобы это естественным образом вплеталось и помогало реализации тех задач, которые стоят в этих стратегических направлениях, поставлены в этих стратегических направлениях. И в этой связи стратегия агентства должна быть тесно связана со всем, что мы планируем в рамках национальных проектов. Их успех прямо будет зависеть от активного участия настоящих лидеров перемен. И потому агентство и дальше, безусловно, должно работать для таких людей и вместе с такими людьми, которые стремятся к реализации этих масштабных и амбициозных планов. Нужно создавать дополнительные возможности, чтобы эти люди могли реализовывать свои замыслы и проекты. Вот повторяю ещё раз, хочу к этому вернуться. Сегодня имел удовольствие с некоторыми из них поговорить лично. В этой связи первое направление нашей работы – нужно продолжить практику национальной предпринимательской инициативы и рейтинга инвестиционного климата в регионах Российской Федерации и сформировать постоянно действующий механизм улучшения деловой среды на всём пространстве страны. Мы с вами прекрасно понимаем и отдаём себе в этом отчёт. Одно дело – хорошая идея, одно дело, если она где-то пробивает свои ростки, а другое дело – это реализовать её в масштабах всей страны. Но только в этом случае, если нам удастся это сделать, нас ждёт такой полномасштабный эффект, который нам и нужен. Это в том числе означает, что государства, власти на всех уровнях должны иметь возможность быстро, буквально в режиме онлайн, реагировать на запросы и проблемы предпринимателей. Современные цифровые технологии позволяют это эффективно делать уже сегодня. Второе. Благодаря запуску в России движения WorldSkills, созданию сети кванториумов, вы задали хороший стимул для изменений в дополнительном, а также среднем профессиональном образовании. Чрезвычайно важное направление нашей работы. Считаю необходимым в рамках национальной и технологической инициативы запустить механизм, позволяющий как можно шире распространять знания и компетенции, которые востребованы не только сегодня, но и в будущем на десятилетия, а, может быть, минимум на пару десятилетий вперёд. Кстати говоря, один из проектов, который мы видели, который я сейчас только упомянул, нацелен как раз на такую работу. Это критически важно для развития цифровой экономики, для прорыва в науке и технологиях, так же, как и дальнейшее снятие барьеров для деятельности исследователей, разработчиков передовых технологий. И, конечно, очень важно создать условия для тех, кто эффективно работает по стартапам. Третье. ОСИ сформировала стандарт развития добровольчества, который включён в доклад ООН, как одна из лучших международных практик. Также вы участвовали в подготовке закона о волонтёрской деятельности, поддержали значимые проекты в социальной сфере. И, кстати, многие важные решения мы приняли вместе летом 2017 года в Петрозаводске на встрече с добровольцами и некоммерческими организациями. Необходимо обязательно продолжить эту работу, сформировать эффективную правовую базу палеоативной помощи, организации долговременного ухода за тяжелобольными людьми, за пожилыми людьми, расширять возможности для деятельности негосударственных организаций в сфере дошкольного, дополнительного образования и детского отдыха. Четвёртое. Следует оказать содействие предпринимателям, которые берут на себя вопросы благоустройства, сохранения исторического наследия, организации общественных пространств, досуга, спорта и туризма. Словом, готовы участвовать в решении важнейших национальных задач в создании комфортной современной среды для жизни в городах и населённых пунктах. Как вы знаете, это тоже одно из важнейших направлений нашей работы на ближайшее время в рамках национальных инициатив. И подчеркну, по всем направлениям, о которых сегодня мы говорим, нужно обобщать и активно распространять лучшие практики и подходы. Они у нас есть, их нужно только тиражировать, причём делать это настойчиво, внедрять их реально в жизнь. Для этого и дальше также конструктивно, содержательно воздействовать на то, что происходит в регионах. Для этого, конечно, ещё раз это повторю, взаимодействовать нужно с управленческими командами в субъектах Российской Федерации. От вашей слаженной работы во многом будет зависеть общий успех. Давайте пообсуждаем все эти вопросы. Пожалуйста, слово Светлане Вентальне-Чупшеве. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены наблюдательного совета, спасибо за высокую оценку нашей работы. И для меня, как для руководителя агентства, это оценка прежде всего людей, с которыми и для которых мы добываемся таких результатов. Ведь само по себе осей невозможно без человека и не работает без человека. Наш самый важный и сильный актив – это лидеры, которые хотят что-то изменить, улучшить, предлагают новые идеи, которые способны внести свой исключительный вклад в развитие страны. Именно неравнодушие людей, их вера в собственные силы, в свои возможности – это, наверное, главная энергия тех изменений, которые реализуются на площадке агентства стратегических инициатив. И сегодня, когда Вы, Владимир Владимирович, поставили перед страной масштабные задачи, мы вместе готовы подключиться к их решению. И новая повестка оси в полной мере этому соответствует. Мы приняли решение сделать национальные проекты главным фильтром по отбору наших инициатив и проектов, которые мы поддерживаем. И мы верим в синергетический эффект. Ведь если у нас у всех будет одна общая цель, каждый найдет свою исключительную роль в достижении тех важных задач, которые стоят перед нашей страной. Еще раз повторюсь, что наша роль в реализации национальных проектов – это именно люди. Это люди, лидеры сообщества, которые вовлекаются в эту повестку, и проекты, инициативы которых носят системный масштабный характер, который позволит нам эти задачи все вместе решить. Мы намерены создать и внедрить тиражируемые, масштабируемые технологии прорыва по ключевым направлениям социально-экономического развития нашей страны. При этом хочу отметить, что принципы работы у нас остаются теми же. Мы отбираем лидеров и поддерживаем сообщества, нацеленных на системные изменения. Это может быть изменение регуляторики, это могут быть новые ГОСТы, новые САНПИНы, которые позволяют решить задачу не только для одного конкретного проекта, а действительно за собой открывают двери для сотен таких российских проектов. И потенциал сообщества – это серьёзная сила для агентства действительно дотянуться до каждого в нашей стране. Для себя мы разделили сообщества на четыре целевые группы. Первый – это активные селфмейд-предприниматели, технологические предприниматели. Второй – это лидеры социальных изменений, это социальные некоммерческие организации, социальные предприниматели, волонтёры. Третий – это городские активисты, лидеры изменений. И четвёртый – это лидеры региональных управленческих команд, которые тоже мы можем смело уже называть сообщества, их порядка тысячи, которые ежедневно занимаются улучшением инвестиционного климата и внедрением лучших региональных практик. В рамках этих групп будем работать с конкретными проектами. Маховик изменений должен по каждому проекту запустить эти изменения в отрасли либо в каждом отдельном направлении. Приведу несколько примеров проектов. Они сегодня представлены в материалах у членов наблюдательного совета. Например, проект «Умная клиника» Федерального центра имени Пирогова по созданию высокотехнологичной детской клиники по лечению детской эпилепсии. Дело в том, что у нас иногда зачастую 9 лет ждут дети такой операции. И здесь предлагается абсолютно новый подход за счёт новых цифровых решений, цифровых технологий, VR, телемедицины, машинного обучения, ранней диагностики, купирования острой фазы эпилепсии у детей и повышать процент выздоровления детской эпилепсии. А самое главное, проектируется абсолютно новый подход врачей-специалистов Федерального центра с врачами в регионах, непосредственно там. Есть возможность дотянуться действительно до детей в региональных больницах, дать соответствующую квалификацию, поддержку, консультацию и протоколы лечений. И мы считаем, что вот те решения, которые будут реализованы в рамках этого проекта, они могут быть применены в любых новых, строящихся, либо адаптироваться к уже имеющимся клиникам, которые позволят серьёзно вообще повысить здесь и диагностику, и лечение людей, которые в этом нуждаются. Ещё один проект — школа в шаговой доступности. О чём идёт речь? У нас есть уже десятки лет, наверное, утверждённые какие-то стандарты, нормы строительства. Был проект по надстройке третьего этажа. Мы его сегодня здесь не представляли, но он тоже у нас был представлен на одной из точек кипения. Когда просто за счёт изменения вот этих санпинов действительно удалось повысить эффективность уже действующих детских садиков двухэтажных и за счёт настройки третьего этажа решить вопросы с очерёдностью в сады. Этот проект уже тиражируется в нескольких регионах, но и сам лидер проекта из Свердловской области сегодня пришёл к нам уже со следующим проектом по школе. Дело в том, что тоже изменения санпинов, норм по ориентации окон, по коэффициенту света, по ионизации позволяют вообще поменять тоже подходы к строительству и к формированию такого учебного пространства. Год провели вместе с НИГИЕНА Роспотребнадзору Новосибирским институтом все исследования с точки зрения именно интересов и здоровья ребёнка во время образовательного процесса. Есть все необходимые расчёты. Эти новые нормы и технологии позволяют сэкономить 3,5 триллиона рублей на строительство новых школ и на создание школьных мест для 6,5 миллионов ребят. Готовы проработать этот проект и с Минстроем, и с Министерством просвещения, и с Роспотребнадзором. Мне кажется, очень интересное предложение, рационализаторское, которое имеет право на жизнь и дальнейшее тиражирование и использование. Теперь подробнее о направлениях в подходах к нашей стратегии. Мы сегодня представляем 14 инициатив. И напомню, что каждая, все инициативы соответствуют задачам, приоритетным проектам, обозначенными вами, Владимир Владимирович. В направлении «Новый бизнес» одна из ключевых инициатив направлена на создание как раз благоприятной среды для предпринимателей. Вы об этом сейчас говорили в своем выступлении. Это должен быть такой регулярный, постоянно действующий механизм, который позволил бы наладить прямую связь бизнеса во всех регионах с принимающими решениями органами власти, с контрольно-надзорными органами. И здесь сам проект предстоит Артема Витесиан позже. Здесь работаем со всеми деловыми объединениями Министерством экономического развития. Отдельная инициатива по поддержке технологического предпринимательства. Я считаю, что это тоже один из ключевых факторов технологического прорыва нашей страны и действительно создания новых конкурентноспособных выращиваний у таких глобальных лидеров и таких проектов, которые мы в том числе сегодня с вами видели. Что нужно технологическим стартапам и предпринимателям? Первое – это, безусловно, доступ к финансированию. У нас сегодня создана такая инфраструктура посевного венчурного финансирования, акселераторы. Но очень важно наладить такую тесную взаимосвязь, тесную взаимосвязь, вообще новую модель взаимоотношений крупного бизнеса, госкорпорации, крупных частных компаний вот с этими небольшими технологическими стартапами. Я вам на прошлом НАП-совете рассказывала по поводу разработки стандарта технологического для крупных компаний. Этот проект мы реализуем совместно с Сбербанком, ВЭБом, с РВК, со Сколково, с ФРИ. Уже готов, скоро будет презентован. И очень важно, что в этом пилотном проекте с нами участвуют уже 50 крупных компаний, как российских, так и с иностранным участием. Уже первые проекты в пилотном режиме сегодня отрабатываются до этапов внедрения. И частные компании, Ростехнологии, Солерс работает. Здесь и цифровой двойник технологии используется как раз на заводе Мазда. И Солерс, который вы открывали во Владивостоке в сентябре, Вадим Швецов представил, по сути, эту площадку как такой пилотный полигон для отработки всех вот этих новых технологических решений. Дело в том, что технологический прогресс, конечно, меняет и карту рисков для предпринимателей. И здесь очень важно, чтобы бизнес участвовал в создании новой регуляторики в этой сфере. И в части работы с большими данными, и в части правил электронной торговли, и других вопросов. У нас уже есть, мне кажется, успешный пример такой работы взаимодействия в рамках предпринимательской инициативы. Мы готовы на таком же принципе построить и эту работу. В направлении молодые профессионалы мы выделяем такие две ключевые инициативы. Это новые подходы к образованию и поддержка именно лидерских проектов, которые направлены на формирование навыков будущего, на такое обучение в течение жизни и действительно вовлечение вот в эту технологическую повестку, начиная со школьных лет, ребят, заканчивая взрослыми, зрелыми предпринимателями, экспертами. Для этого планируем запустить цифровую платформу НТИ, которая позволит связать, наверное, здесь сообщество активных лидеров, активных проектов, которые готовы биться действительно за глобальную повестку. Что касается школьников, то здесь, Владимир Владимирович, огромный запрос на формирование вообще новых подходов, индивидуальных траекторий, выстраивание вот такой персональной траектории развития и маршрута для ученика и для учителей. Уже есть решение, вот хочу привести пример решения Сбербанка, цифровая платформа. Сегодня проходит пилот в трех московских школах и в Калужской школе, но очень важно это сделать массовым. Нам нужно порядка ста экспериментальных школ, и здесь очень важна грантовая поддержка школ, которые будут участвовать в этом проекте и будут использовать цифровые платформы и цифровые решения образовательные для детей и для учителей. И очень важно также, не хватает контента. Видим, что сегодня для детей средней школы очень мало образовательных продуктов, новых, современных, которые отвечают вот этим запросам времени. И тоже необходима грантовая поддержка разработчикам этого контента для таких цифровых платформ. Здесь тоже готовы совместно взаимодействовать. И считаем, что такие практики и такие проекты, конечно, нуждаются в нашей масштабируемости и тиражируемости. Безусловно, одним из таких важных направлений для агентства и в рамках обозначенных приоритетов национальных проектов является социальная сфера, повышение качества жизни людей, действительно создание комфортной городской среды. И у нас уже есть такое, мне кажется, сформированное сообщество, очень много лидеров проектов, и социально-некоммерческие организации, волонтёры, и социальные предприниматели, которые реализуют по всей стране такие проекты интересные. И мы готовы здесь подойти уже такой с масштабностью, с полной. Есть решение, есть предложение. Дело в том, что даже в рамках пилотов, Владимир Владимирович, и по палеотивной помощи, и по долговременному уходу, есть ряд ограничений. Дело в том, что здесь нет какого-то одного профильного ведомства. Это проекты, которые находятся на стыке взаимодействия нескольких ведомств. Это Министерство здравоохранения, социального развития, где-то это Министерство образования. И для того, чтобы человек получал качественную услугу, он не должен видеть, где какой кусок. Это должна быть единая услуга для потребителя. И здесь очень важно, что у нас сегодня нет единых подходов к формированию стандартов. По сути, это сегодня полномочия регионов, но они абсолютно везде разные. К формированию тарифов. Они тоже в десятки раз отличаются от региона к региону, в том числе на социальные услуги. У нас очень мало используется механизм государственно-частного партнерства в социальной сфере. Только за шесть лет последних у нас на основе ГЧП проектов было проинвестировано в социальную инфраструктуру 200 миллиардов рублей. А по прогнозным подсчетам центра ГЧП только в этом году, в 2019-м, нам необходимо 200 миллиардов. И здесь, конечно, нужны как регуляторные изменения в части законодательства и расшивки вот этой воронки, которая позволит негосударственному сектору прийти в социальную сферу со своими навыками, с компетенциями, с новыми инвестициями, с новыми подходами. И увеличить и охват людей, которые нуждаются в этих услугах. Потому что у нас принцип сегодня заявительный. И мы тысячи людей не видим, просто система не видит тех, кому нужна эта поддержка. Та же палеотивная, тот же уход, та же реабилитация. Потому что они либо не знают, либо просто не дошли. И здесь мы уже понимаем, как формировать и как выявлять вот эту нуждаемость за счет межведомственного взаимодействия. И выстраивать вот этот индивидуальный маршрут для каждого человека, чтобы он мог получить такую услугу. Владимир Владимирович, здесь тесно взаимодействуем с курирующим вице-премьером, с Татьяной Алексеевной Голиковой. Уже тоже все предложения от наших экспертных групп направили. Сейчас в федеральные ведомства. Мы, по сути, договорились, что сейчас будем в рамках рабочих групп уже предлагать такие дорожные карты из проблемы в задачу. И очень важно, необходимо наладить такой механизм контроля и мониторинга на местах. Как это будет работать на местах. Планируем также обсудить эту повестку на форуме «Деловой России» 6 февраля. Я думаю, что здесь и бизнес подтянется к этой повестке. И те же самые добровольцы и НКО на местах в регионах. Что еще важно, что, безусловно, тот актив волонтерский, добровольческий, который сегодня участвует в повестке, стратегической федеральной повестке, на местах в регионах, и создана, наверное, в большей половине субъектов вся необходимая инфраструктура. Ведь самое главное, чтобы были места, куда могут прийти люди, которые хотят заняться добровольцем, чтобы они могли получить необходимое обучение, которое нужно для, например, поисковиков тех же, для потушения пожаров волонтеров, для оказания социальной помощи в сфере палеотива, либо долговременного ухода. И у нас такие уже клубы профессиональных волонтеров формируются. И мы хотим, чтобы у нас по всей стране, в регионах, вот такие профессиональные добровольческие клубы были, и которые активно участвовали бы в реализации нашей повестки. Считаю, что это колоссальный ресурс, с которым можно добиться любых результатов. Одним из таких новых, Владимир Владимирович, направлений в агентстве становится региональное развитие. И здесь я уже говорила, что у нас действительно созданы уже в рамках вашего поручения региональные команды управленческие, около тысячи человек, которые уже используют национальный рейтинг инвестиционного климата как механизм управления, механизм принятия решения и действительно создание условий для развития вот этой предпринимательской активности. У нас сегодня есть предложение создать такую библиотеку умных решений для регионов, смарт-тека, где будут собраны эффективные новые модели, эффективные лучшие практики, конечно, с фокусом на задачи, обозначенные в приоритетных проектах. У нас сегодня таких практик уже 77, 55 регионов внедряют эти проекты. И мы уже даже обсуждали с Рустам Нургалевичем, что регионы готовы тоже выступать наставниками для других субъектов, для того, чтобы эту практику имплементировать и достичь тех результатов, которые мы хотим. Владимир Владимирович, мы показывали также новую инициативу «100 городских лидеров», которая направлена на вовлечение в повестку по созданию комфортной городской среды людей, активных граждан, которые уже сегодня хотят действительно что-то изменить. И здесь очень важно, что этот проект даст возможность жителям нашей страны, любого города, небольшого, крупного города, дать свой проект, свою инициативу на платформу, и где люди, жители этого города, смогут проголосовать за этот проект. И, наверное, самые интересные, которые наберут больше всего голосов от жителей, агентство готово будет совместно с Росатомом, с ВЭБом, с Дом РФ уже брать на поддержку и сопровождение, обеспечивая необходимыми ресурсами, акселерацией, наставниками, обеспечивая моделью взаимодействия с региональными органами, с бизнесом. И очень важно, чтобы в рамках поддержки каждого такого проекта это было тиражируемое решение, которое может использоваться гражданами, активными в любой точке нашей страны. В небольшом поселении, опять же, в среднем по численности городе. Очень важно запустить, включи свой город, вот этот девиз нашего проекта, он позволит включить жителей, граждан в эту повестку и включить их в повестку нашей страны. И очень важно, что вот эта активность, которая сегодня формируется вокруг вот этих точек кипения, в этих точках кипения, на этих площадках, их сегодня 19, в этом году, я думаю, что мы точно осилим еще 20 новых пространств вместе с регионами и нашими лидерами, сообществами. Владимир Владимирович, и вот то желание быть причастными к этой повестке, участвовать, вот это неравнодушие, я еще раз повторюсь, это, наверное, самая главная сила, которая позволит нам справиться с любыми задачами. Владимир Владимирович, я вспоминаю ваши слова, 8 лет назад на форуме в Волгограде, когда вы только создавали агентство стратегических инициатив, вы поставили цель создать страну, в которой хочется жить и работать. Вот я хочу сказать, что ОСИ будет всегда соответствовать тем высоким задачам, важным задачам, но наша миссия останется неизменной. Спасибо за внимание и прошу поддержать нас. Спасибо большое, Светлана. Дмитрий Николаевич, прошу. Уважаемый Владимирович, уважаемые коллеги, я хотел бы чуть-чуть продолжить логику Светланы Витальевны, сконцентрировавшись на технологической повестке тех задачах, которые мы сейчас видим. Вы знаете, что было принято решение о выделении нашего направления молодых профессионалов в новую структуру. Если не ошибаюсь, сегодня она у нас зарегистрирована как платформа национально-технологической инициативы. И вот создана новая университет 2035. То есть мы идем на общей базе, на общей платформе агентства, но с такой технологической специализацией. Что у нас произошло за прошлый год не в плане достижений, а в плане, скорее, того, что мы немножко недоработали. Мы очень много усилий потратили на запуск цифры, но немножко потеряли технологию. Эти две повестки, они должны быть синхронизированы. В итоге, что у нас произошло? У нас к задачам по развитию новых технологий были добавлены задачи по развитию цифры. И кое-где это привело к тому, что мы, ну или за пересменки правительства, просто не смогли профинансировать ведущиеся работы, или где-то не были приняты, не выполнены поставленные цели по нормативно-правовому регулированию. То есть мы немножко, откровенно говоря, время здесь потеряли. Но при этом ряд отдельных значимых достижений, конечно, был. Мы увидели на дорогах российских городов беспилотные автомобили. Вы знаете, мы приняли соответствующее регулирование. Теперь есть два знака на автомобиле и на перекрёстках. Если вы их увидите, коллеги, нужно быть чуть-чуть осторожнее. Мы выпустили правила, рекомендации гражданам по взаимодействию с беспилотниками. Было множество других достижений. Но я бы всё-таки сейчас больше сконцентрировался именно на новых задачах. В чём мы видим сейчас пространство для развития? Первое. Мы практически не представляем, сколько у нас в стране стартапов. А кто в них работает? А какими компетенциями обладают их основатели? А какие университеты они закончили? А кто их инвесторы? А куда они собираются размещать свои производства? А какие критические технологии используются данным конкретным стартапам? И если это не очень важно, может быть, в разговоре про чистую коммерцию, то даже в линии НТИ у нас целый ряд продуктов, которые носят характер критических технологий по своей сути. И что у нас происходит? Конечно, стартапы вырастают до определённого уровня и потом уходят за рубеж. Бороться с этим запретительно нельзя ни в коем случае. Но надо создавать условия, при которых стартапы могли бы расти в России, но продавать свои товары на глобальных рынках. И мы хотели бы предложить ряд решений, которые решили бы эту задачу. Но первая задача – необходимо знать ещё раз, что это за стартапы, что это за люди. То есть научиться собирать цифровой след. И первая задача, которая стоит перед платформой – это сбор этого цифрового следа. Он есть уже сейчас, мы частично его показывали, но мы хотим распространить эту практику и создать стандарты обмена данными между всеми институтами развития, которые бы позволяли, может быть, иногда это в деперсонализированной форме, чтобы не нарушать законодательство, но эти треки видеть. Это первое. Второе. У нас очень низкое предложение. Стартапов просто очень мало. Их невероятно мало. Знаете, как шутят на рынке, о всех живых уже купил Герман Оскарич. Когда говорится о кадрах для цифровой экономики, то, в общем, то же самое. Это значит, что мы больше не можем ориентироваться только на 10-15 ведущих вузов. Нам нужно пойти вглубь. Нам нужно дойти до сильных мотивированных студентов в каждом регионе. Поэтому мы хотели бы следующей задачей, как раз развитие сети точек кипения, уход вглубь, вместе с Министерством высшего образования и науки, прокачать команды управленческие всех ведущих региональных вузов, то есть это, условно говоря, 100 вузов, с 21 по 121 место. Опорные вузы, сильные региональные, технические. И в том числе привязать механизмы финансового стимулирования к результатам этих образовательных программ и переподготовки. Вот эта программа, которую мы называем «Снова остров», мы хотели бы делать ее не на Дальнем Востоке, а на территории экосистемы Сколково, в Сколтехе, для того, чтобы полноценно использовать все те наработки, которые появились там. Привезти от тысячи до полутора тысяч управленцев со всей страны с этих вузов и две недели их в режиме нон-стоп по 18-20 часов в сутки прокачать. Опыт у нас на этом есть, он достаточно успешен. Это второе направление, которым мы хотели бы заниматься, то есть увеличение предложения. Третье, самое сложное и самое серьезное – это управление спросом. Мы понимаем, что внутренний рынок очень маленький. Он, конечно, вырастет серьезно за счет национальных проектов. Но, откровенно говоря, цифровые технологии, они ведь общий объем рынка уменьшают. То есть формируются в этом смысле цифровые монополии, будем откровенно говорить. И место для маленьких там сужается. В этом смысле нам необходимо генерировать спрос, но единственный способ генерации спроса – это работа как раз с этими крупными нашими технологическими госкорпорациями. И не только госкорпорациями. Сегодня их активность в этом смысле беспредельно низка. То есть по нашей оценке, например, корпоративные венчурные фонды есть у 17 из 124 самых крупных организаций. Реально было ваше поручение на питерском форуме. По нашему анализу за последний год серию реальных сделок сделало только три фонда. Ростех, Ростелеком и Сбербанк. Во всех остальных это формально выполнили, положили несколько сот миллионов. Это спрос инвестиционный на инновации в стране, на технологическое развитие не создает. Это значит, что надо работать с мотивацией, а не только с формальным принуждением. Кажется, здесь есть некоторые варианты, потому что сегодня мы видим, что очень многие компании фактически производят бухгалтерские упражнения по волшебному превращению субсидий в дивиденды. Это хорошая игра, но она очень часто приводит к тому, что ради достижения формальной цели компании режут внутри повестку технологического развития. Я это наблюдаю вживую, поэтому знаю, о чем говорю. Но вот это нужно сделать, но, конечно, внутренний рынок все равно становится слишком маленьким. Нужно выходить на внешние рынки. Мы видим и обсуждаем сейчас три возможных формата решения проблемы. Понимаем, что рынки закрываются многие, что режим санкций надолго. Но режим санкций уже не против России, он все против всех. В США сейчас вступил в действие важнейший закон о контроле за так называемыми критическими технологиями. Это фактически Кокон-2, который резко расширяет перечень критических технологий до всей нашей технологической повестки. Там и облачные решения, и искусственный интеллект, и все-все-все. Смешно, но практически дословно совпадает с нашим списком сквозных технологий и национальной технологической инициативы. Мы понимаем, что этот рынок будет турбулентен. Нам нужна помощь. Маленькие наши компании, как это ни говорится, сильные, но легкие. Нам нужно выходить на плечах гигантов. Мы начали порабатывать такую модель с Росатомом. О кооперации наших небольших технологических компаний и длинных долгосрочных решений Росатома при строительстве АЭС в других странах. Там много чувствительных вопросов. Я бы просил возможности доложить их отдельно, потому что это крайне перспективно. Первый подход к такому взаимодействию мы делаем послезавтра. Мы проводим цифровой форум в Белграде с нашими сербскими товарищами по всей широкой линейке сотрудничества. И подписываем соответствующий меморандум о взаимодействии по цифровой и технологической повестке. Второй способ, крайне интересный, который мы до сих пор не замечали, это цифровые платформы, торговые платформы. Мы их видели только в логике того, как торговля товарами, Алибаба, то, что Сбербанк и Яндекс прекрасно делают. Но недавно коллеги из Фейсбука поделились удивительной статистикой. За последние полтора года по их внутренней аналитике товары из России на их платформе купило в мире 122 миллиона человек. То есть 122 миллиона человек являются покупателями российских товаров, которые продаются на платформах Facebook, Instagram. И мы не видим этого в наших системах статистики, отчетности. Мы пока не научились работать с этим как системным инструментом. Это большое перспективное направление. Ну и третье. Это, конечно, задача комфортной юрисдикции. Мы долго вместе с Максимом Станиславовичем обсуждаем, ищем решения. Частично это и Сары, и Песочницы. Но можно двинуться чуть дальше, видоизменив то, что мы сегодня называем русским углом. То есть определение того, что является российской компанией. Это тоже можно сделать. И таким образом мы могли бы получить это серьезное продвижение вперед. И хотел бы я закончить забавные истории, но с очень значимым гуманистическим подтекстом. Мы показывали вам решения по искусственному интеллекту, которые были придуманы на острове русский. А вот эта вот система, которая подбирает индивидуальные траектории для каждого студента, студенты ее назвали Игорь Иванович. Пришли утром и говорят, ну вот а нам Игорь Иванович сказал, что идти не на эту лекцию, а на эту. Мы удивились, говорим, почему Игорь Иванович-то Шувалов имеется в виду. Ну потому что он Дальневосточный федеральный университет развивал. Говорит, нет. Мы говорим, Сечин, потому что мероприятия шли в зале компании «Роснефть». Нет, говорят, выяснилось, что он день считает все, что человек делает, ночью анализирует, а утром стучится к нему в мобильный телефон с рекомендациями. Оказывается, Игорь Иванович Печкин из «Простоквашина». И вот у нас такой третий искусственный Игорь Иванович появился. Но в чем гуманистический подтекст? Сегодня решения в области искусственного интеллекта, они в основном бесчеловечны. Они отсекают лучших от худших. И закрывают тем, кто по каким-то показателям не добрал показателей куда-то дорогу. Нет у тебя там достаточного уровня рейтинга. Не можешь купить билеты на самолет. Мы хотим и разрабатываем систему бесконечного второго шанса. То есть выявление разных сильных сторон в человеке и возможности дать ему другую траекторию развития. То есть каждый раз в этой турбулентной эпохе новый предлагать ему такого рода персональную траекторию. И вот здесь у нас на Игоря Ивановича очень большие надежды. Спасибо. Спасибо большое. Так, Артем Давидович, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены наблюдательного совета. Наше направление «Новый бизнес» с первых дней работы агентства занимается поддержкой и сопровождением бизнес-проектов. И вот мы какую недавно заметили интересную вещь. Если в первые годы работы ОСИ к нам поступали абсолютно разные проекты, но в основном использующие импортные технологии, то в последнее время более 70% поступают в высокотехнологичные проекты. И предприниматели, которые приходят с такими технологичными проектами, они в первую очередь от ОСИ ждут поддержки в выведе их новых продуктов на рынке. У нас много молодых ученых, инновационных компаний, российских разработок. Дмитрий недавно только что об этом говорил. Но не очень большой процент приживается на российском рынке. Что говорить о малом и среднем бизнесе, когда даже крупный бизнес стал к нам приходить в ОСИ, причем с просьбой помочь продвинуть их новый продукт. Вот свежий пример. Буквально совсем недавно к нам обратился уже такой известный, опытный предприниматель Давид Михайлович Икабашвили. Он вместе с алтайскими учеными продвигает свой новый продукт. Это такая топливная присадка, которая добавляется в горючее, и там всего один литр добавляется на 20 тонн. И дает колоссальный эффект. То есть снижается расход топлива до 20%, а вредные выбросы в атмосферу до 40%. Но это прорывная технология. Она позволит существенно сэкономить для автолюбителей на бензине и, конечно, существенно улучшить экологию. И это не стартап. Икабашвили уже вывел этот продукт на зарубежные рынки. Вот такой интересный факт. Я об этом не знал, но футбольный стадион в Монако работает на дизель-генераторе. И вот он уже вовсю использует вот эту присадку Икабашвили. Это вот такой пример. Вот еще один пример. У нас каждый человек в стране сталкивался с отключением электричества. И особенно это актуально в праздничные дни. Это бывает из-за аварий или из-за перегруженности электростанций. И вот российские ученые разработали уникальные токоограничители на основе сверхпроводников. И эти ограничители, они предотвращают скачки напряжения. Вот это оборудование производится московской компанией «Суперокс». Мы помогли компании с сертификацией для угольной отрасли. Уже сейчас прорабатываются поставки в Россети и СУЭК. Москва заинтересовалась. Буквально в ближайшее время в Мневниках открывается целая постанция, которая будет обеспечивать бесперебойное электроснабжение для полумиллиона человек. И таких проектов, Владимир Владимирович, у нас достаточно много. Поэтому мы что решили сделать? Мы сейчас выбрали 100 таких технологичных проектов. Это вот два, о которых я рассказал, часть, которую вы видели на выставке. И мы не просто хотим их сопровождать, мы хотим разобраться, мы хотим понять, что им все-таки мешает выходить на рынки и фактически создать механизм вывода таких технологичных компаний на российские и международные рынки. Спасибо. По данному вопросу у меня все. Какой еще вопрос? Спасибо. Продолжение следует...